Станет ли 2017 год часом икс для России? Почему шесть следователей главка занимаются одним делом районного УВД и причем здесь маньяк с трассы Дон? Ответы знает Данил Русаков, он в Москве. Проблемы в российской экономике уже есть и в пик придется на 2017 год. Такая вот символическая дата. Если еще все случится в октябре, тогда вообще мистика какая-то. Эти прогнозы в интервью ведущим западным СМИ дал беглый экономист Сергей Гуриев. Он сейчас живет во Франции, за падением СМИ следит, как и многие другие, пристально. С показателями 80-90 долларов за бочку углеводородов российская экономика пока может справиться. Поможет плавающий курс рубля и некий финансовый запас в прочности. Но вот прогноз на ближайшее будущее прежний. Отток капитала и сокращение инвестиций. Рецессия в экономике может наступить очень скоро. Тема финансов вообще злободневная для федерации. Вот повестка на допрос из Следственного комитета страны. Ее вручили жене оппозиционера Навального Юлии. Там сейчас расследуют чрезвычайно важное для Родины дело о краже картины во Владимире. Правда, стоимость палатна по экспертизе меньше 100 евро. Автор, уличный художник, потерпевшим себя, к слову, не считает. В главном следственном управлении уже успели допросить соратников Навального. Сегодня туда на прием ходил оппозиционер Борис Немцов. Вообще вся правоохранительная система России заточена не на борьбу с преступностью, а на борьбу с оппозицией. Резонансное расследование уже наделало много шума. В интернете появилась даже вот такая пародия. Уголовное дело об убийствах маньяком водителей на трассе Дон сравнивают с этим. И выясняется, что для государства картина все-таки поваждее будет. Кстати, мы спросили Немцова, что он думает об анетисе Крыма в свете последних заявлений Навального и Ходорковского. Я никогда не был крымнашистом и никогда крымнашистом я не стал. Я считаю, что Крым захвачен Путиным совершенно незаконно. Хотя Немцов так не сказал, вернул бы он Крым, став президентом. Тем временем, пока официально Москва разбирается с кражей картины на 100 евро, борется с пятой колонной. Периодически Гроза сообщает по телевидению о поиске подмосковного маньяка. Курс рубля продолжает падать. На сегодняшний день он составляет почти 41 деревянный к одному зеленому заокеанскому. Фантастические показатели. Таких даже во времена дефолта в 1998 году не было. Данил Русаков, Олег Неведомский. Московское бюро. Телеканал Интер.